В общем, приготовила себе такой завтрак, как в Парижах. Кушаю, пожарила картошечку, два куриных яйца, кетчуп, майонез, подсолнечное масло. Так что вот. Чесночок, чесночок. И в общем трехчасовое видео. И вот только что у меня закончилась съемка трехчасового видео, в общем, рассуждаю. Смотрите, пиарит. В общем, хочу быть такой известной, великой, как это, Софи Лорен, Плесецкая, Вишневская. И знаете что, и обратите внимание, они все три, все три. Так что да, да. И какая закономерность, они были замужем. Ну, как бы, огромную часть своей жизни, да. Я так понимаю, что и Вишневская, и Плесецкая, Вишневская, Плесецкая, Софи Лорен, ну, больше тридцати лет. Это вот больше тридцати даже там, вы поняли, да? Какая интересная закономерность. Кстати, вот. Так вот. Так. Так. Какую интересную закономерность я выбрала, правда, очень интересную закономерность. Потому что что-то как-то из наших, каких-то вот таких вот, но потом не надо, знаете, это же еще то поколение, это то военное поколение. Вы поняли, да? Это то военное поколение. Как я читала воспоминания, нет, сама говорила, это Вишневская, да можно даже вообще сейчас послушать, знаете, вот ее, нет, давайте уже в школе очарования, вообще ее бабушка, ее бабушка воспитывала. Вообще как-то интересно, что вроде она и петь не училась, а стала такой знаменитой певицей, понимаете, где-то вот. Я вам буду Вишневской. И вообще, смотришь ее интервью, особенно в возрасте уже, какой типаж. Ну, по молодости нам их не показывали, они уехали с Ростроповичем за границей, нам, конечно, остались смотреть, их не показывали. Это уже когда они приехали, а так, знаете, вообще, просто какой типаж, такая, в общем. Так что, вот. Знаете, давайте посмотрим. Ночной полет. Нет, вот этот вот, временно, временно доступен. Вот здесь вот, именно ряд такой, и она вообще вся такая. Да, шутку будет, пожалуйста. Да. Давайте покосимся, полетах. Кстати, телефон можно не отключить. Да. Да. Почему? Ну, тут будет звонок, может. Принамо интересное было. Да. Это нервы нет, просто. У вас есть телефон? Нет, вообще. Ну, ну, что вы так выглядите? Да. Если вы, пожалуйста, посмотрите, вы увидите, вот здесь, в самом экране, на нем 9 человек. Это 9 человек, которые традиционно записывают свои высказывания на одну или иную тему специально для нашей программы. Александр Филипенко записал то, что он думал про судьбу. Катарина Любимова про деградацию общества. Канна Кинкас про женщин. Наталья Крачевская про друзей. Да. Владимир Вишневский про компромисс. Максим Дунаевский про родину. Алексей Рыбников про одежду. Надежда Папкина про достаток. Алла Сумикова про добро и зло. В другой момент можем остановить наш разговор. Мы слышим, что скажут эти люди. И посмотрим, что вы скажете. Ну, сколько вы согласны на них сжигаться. А теперь вы все знаете? Сейчас скажу. Ну, знаю, вот этот, например, актрисеринзон. Вот ее знаете, бабки он, конечно, знаю. Нет, Александр Филипенко, прошу. Здравствуйте, дорогие друзья. Вот Галина Павловна Вишневская, императрица. Вот если бы вы были бы режиссером Голливудского, надо было бы снять фильм про Екатерину Вторую лучше, чем Галина Павловна, никто бы ее не воплотил. Вот, ну, вот чистая императрица. А Галина Павловна и шутит так же. Я с ним совершенно согласна. Правда. А я смотрела уже это интервью. У меня правда, типа Аши говорит, она вот так и одета красиво, и вообще такая правда вот вошла. Ну, конечно, в общем, вы понимаете, да? Ну, просто вот это вот. Знаменито, богатость, достоинство, знаете, вообще вот. Ну, в общем, как-то вот так, да. Смотрите, ваша информация будет. Здоровая, сколько? Да, как? Шеператрица и имущество ее. У вас квартира в Париже, Таркадыро, Тайфелевой башни 5 минут. Дом или квартира в Лондоне, ее, памяти и так далее. А встречают вас встречающие в Москве. И люди говорят, да это что же получается? Имея свободный выбор, Москва это лучший город для жилистов. Что здесь так прекрасно в России? Мне да. Я люблю мою страну. Да. Я люблю мой народ. Это мое место. Я была искрена на отсюда. Насильно. Я никогда не иммигрировала, не была иммигрантой. Я была насильно выборена из страны. Так же, как мой мужик. Просто хочет сам для боль. А теперь я здесь. Мое место. Я знаю, что это единственное место. Мое место, где должно быть. А если говорить объективного субъектива, какие преимущества у российского стиля жизни? Стиль жизни. Какой тут стиль жизни? Никакого стиля жизни нет. Есть народ, который или любит и принимает, или нет. Когда меня насильно лишили гражданство, это, я вам скажу, вызвало во мне такое чувство ярости и сопротивления. Я никого из ностальгии не испытывала, когда жила там. Я вспоминала, это оскорбительное, унизительное состояние, когда тебя лишают гражданства. Твоей земли. Я здесь родилась. Это мое. Я на это претендую в конце концов. И все. А что я здесь хочу? Вот я тебе здесь. Мне кажется, вам что-то вас не вполне брежнев выгонял за границу. Что-то русский народ, который вполне помолчал. Он все молчит. Ну. Народ безвиновцовый. А все время было правильно ответить. Конечно. Конечно. Ну и как? Мы все народы, мы все сами от этого народа платят плоти. Неизвестно, как вы себя в какое время как проявили. Вот и с чем делали. Ну, скажите, если вы плоти от плоти народа, то что вам в себе удалось изменить? Что вы вообще считаете нужно в себе менять русскому человеку? Ничего не надо менять. Да, конечно. Что не получится? Причем менять? Вот какие мы есть, какие есть. Умом России не понять до сих пор никому, и никто не понимает, что такое русский народ. Вот мы есть мы. Вот какие, какие языки есть. Никогда не деться от этого. Да неужели, что вы в себе за всю жизнь ничего не изменили? Сама? Да. Специально не есть? Нет, нет. Еще раз такой был. Такой был. Да. Ну, что, немножко зависит от интернет. В общем, на 1 мая 2022 года 19 часов 33 минуты. Это мой Татьяна Солмановна Мактун, Саикудин-Доярд, мой российский действующий паспорт. Номер А418-109-16, выдано ВУМВД России по городу Санкт-Петербург, Ленинградской области, 07-08-2018 года от подразделения 780-040-1. Это зарегистрировано в этой самой квартире, комендантской 32-92. В 1990 году по настоящее время квартиру мою продаю за 5 миллионов 800 тысяч рублей. Мы или в Петергофе продаю за 8 миллионов рублей без мебели, без агентов. Так что вот. Так, наверное, нароки. Но если два инструмента, если два это играют, то эти инструменты должны звучать в унисон. Нужно же настраиваться в одной тональность. Как же такое может быть? А это уже не менять, а это соединяться. Объединяться в одном едином стремлении. А подстраиваться еще? Это удается, это не удается. Я больше ни с кем не выходила в концерт, как я делала с ним. Первый раз с ним сыграла, и все было кое-что. Я уже ни с кем не могла больше выходить. Тридцать пять минут. Это единное дыхание, единое желание, единое мышление. Это интересная деталь. Вот, наверное, почему вы с Мстиславом Лябовичем все время называли друг друга по фамилии. Это, наверное, потому, что у вас супруга ценили в одном Ростоповича, в другом Решневском. Поэтому и как-то само собой пришло. Это само собой. Но Ростопович, считай, имеет Ростопович. Поэтому вы его назвали Ростоповича. А Слава, как-то Слава, вы все звали Слава. Я это, кстати, ужасно не любила. Да. Слава, 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 как вы и Слава, но как мне будут звать, а мне нравится, мне это был Слава. Боже мой, уж такой мужской. А, в общем, удивительно, конечно, ваш супруг вел себя по отношению к людям. Был очень безгранично отдаленно. Он совсем Никитин не тревогал к себе особых знакового расположения. Он рассказывал мне, как однажды в Париже, не знаю, были бы при этом здесь. И он, наверное, все это знаете. И Слава, я после сказал, так, там что-то Роты профессует, как же я могу у вас на ТВ. Я называю меня на ТВ, как же, ну вот что, пошли-ка мне на ТВ буквы. Да вот так вот и пошли сейчас. Ну да, Рот. Ну, иди, ты, ты. Ну да, иди ты. А где ты сам все пошел? Ну зачем все? А вот зачем? Теперь, когда в России встретимся, ты опять, мы опять будешь, а я скажу, ты будешь, куда ты меня в Париже посылал? Это вот так было? Ну, а вот так было. А что это было за? Ну, что это было за этика? Это продукт размышлений на тему, как надо ведут друг друга? Ну, я бы не чувствовал это. В отношении судьбе. Сразу, с первого дня, с первого шага, давай, говори мне ты. Почему? Он вообще не мог, не знаю. А в том, где вы его правда всегда находили по звуку поцелуев? Да, правда. Псих, неправда. Мне нужно было заняться с собой, что надо было просто прислушаться. Это значит, здесь, что там, там, безошибочно я угадываю. Это типа поцелуев. Он совсем целовался, у всех висел на шее. А как же это? Она обожала людей. Обожала людей. Вот это все, что могу сказать. Он бы обиделся, если ты раскрыл, как по слухам его дом нацу, а? Я просто обиделся. Я просто обиделся, что ты пишешь. Знаешь, что вы его буратинкой нацелуеваете? А, нет, что я вообще взяла буратиной. Не секрет. С первых дней она стала звать его Буратина. Он похож на Буратина, но я думаю, он такой особенно молод, если бы у него островный бухгалтер, у него берет подбородок. Буратина, сразу. Да вот, до последнего дня было Буратина. Не замечаю уже этого. Она где-то обществляла. Буратина! Я это уже смотрела. Прямо паралистываю. Так что вот... Почему по-моему, что было с ним, мы же не могли бы ни с кем больше. Прежде всего, искусство. То, что я... Это как разовка. Это оргазмическая звезда. Я меня здесь слушаю. Это уникальнейшего музыканта нашей эпохи. Это просто оргазмическая. Это такое шот-видео. Шот. Шот-видео. До этого я сняла трехчасовое. Трехчасовое видео. Так что вот. Вид на улицу. Обратите внимание. Вид на улицу. Он вообще дома не занимался. Так что вот. В общем, легла я спать утром. Ну, днем, я бы сказала, днем. Встала так же днем. Поспала пять-шесть часов. Так что вот. Потом поговорила по телефону. Стала мыть полы. Полы. Так что вот. Приготовила себе. Приготовила себе. Такой поздний завтрак. Завтрак, как в Парижах. Вот такие вот дела. Ну, а полы мне нужно здесь еще более капитально. Более капитально мыть полы. Такую генеральную уборку мне нужно здесь делать. Так что вот. Мебель двигать. Генеральную уборку делать. Так что вот. Александрова Татьяна Юрьевна. Мое новое имя, общество, фамилия. Татьяна Салмановна Мактум. Саифудин. 20 июня 1972 года рождения. Это мой Love Journal. 19 часов 40 минут. 1 мая 2020. Жду мой грант. От Бакшира Хатовой Фундейшн. 10 миллионов долларов. Наличными деньгами. 80% буду тратить на мою счастливую жизнь. Так что вот. Сейчас вам покажу вид. Эти кошечки гуляют. Пить на улицу. Вот машина проезжает. Такая маленькая машинка. 407. 407. Бордового цвета. Это Шанс Элизе. А что здесь? Вчера уже заасфальтировали. Так что вот. И здесь уже прошла с ночью. Так что в аптеку ходила. Вообще хотела только немножко тут. Прошла кошечку мою. Просперу. Ну, когда в общем выхожу. Также смотрю про спирочку мою. Потерялась она. Так что вот. А так в аптеку ходила я в 3 часа ночи. Ножку хотела купить. Вернее, наш российский аналог. Так что что. Ну, единственное, что у меня 50 таблеток. А куда у меня 50 таблеток? Я 50 таблеток не стала покупать. Так что вот. Решила, что в другой аптеке посмотрю. Меньше. Зачем мне 50, там 10, там еще ладно. Так что вот. Вот такие вот дела. В общем, брондирую себя. Квартиру мою продаю. Собственная квартира. За 5 миллионов и 700 тысяч рублей. Без мебели, без агентов. Так что вот. Без мебели, без агентов.